МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Расскажем подробности убийства мужчины в поселке Константиновка. Они открыли потерпевшему огонь из ПСМ и травматического оружия. Его расстреляли в собственном подъезде. И как женщина обманула своих же родственников на десятки миллионов рублей? Вошла в доверие и уже заполучила все основные наши средства, суммы, накопления. Что говорят пострадавшие и чем, отвечает обвиняемая. Это и не только прямо сейчас. 15 человек получили различные травмы в результате наезда на столб пассажирского автобуса 33-го маршрута. Авария произошла сегодня днем на проспекте Ямашево в самом конце моста рядом с улицей Декабристов. Пассажирский транспорт вылетел с дороги, пропахав снежный отвал у отбойника и врезался в мачту освещения, стоявшую на соединении проспекта Ямашево и выезда с улицы Ибрагимова. При этом металлические части снесенного ограждения моста буквально вошли в салон. Все подробности у Альбины Минебаевой. Расскажите, как произошло. Физическое состояние водителя позволяло ему и говорить, и ходить. Он не пострадал и за медицинской помощью не обратился. Сколько человек было в салоне, сейчас сказать никто не может. Ясно одно, пустым он не был и как минимум все сидячие места были заняты. 15 человек обратились за медицинской помощью, детей среди них нет. Всех доставили в седьмую городскую больницу. Скорость автобусу неизвестна, но нарушение усматривается страны именно данного водителя. То, что в условиях гололеда не выбрал безопасную скорость, обеспечивающую безопасное дорожное движение, совершил наезд на опору линии электропередачи. Руководство автотранспортного предприятия, которому принадлежит автобус, на слово верить водителю не торопится. Так же, как и оглашат предварительные версии. Говорят, при массе транспортного средства по 20 тонн. Снести такую конструкцию можно и совершенно небольшой скоростью. Может, кто-то подрезал, может, сам отвлекся. Мы же не знаем пока. На съемке с камер выложили? Будем смотреть. Будем смотреть. Ну, видите, как в состоянии автобус? Пока еще ничего не можем посмотреть. Посмотрим попозже. Может, вот камера стоит. Упавший стол потянул за собой висящие на нем провода. Они растянулись по дороге, став серьезной помехой для движения транспорта. Стоимость восстановления электросетей, так же, как столба и ограждение моста, вероятно, придется оплачивать либо страховой компанией виновника, либо самому виновнику происшествия. Его должно выявить административное расследование. Автоинспекторы сейчас устанавливают свидетелей происшествия, уже изъяли и приобщили к материалам дела съемки с камер видеонаблюдения. Что касается пострадавших, большинству из них не понадобилось стационарное медицинское лечение. 11 человек после оказания помощи были отпущены по домам. Четверо с ушибами и переломами были госпитализированы. Их состояние медики оценивают как в средней степени тяжести. Альбина Минебаева, Алла Рыкова, Александр Лобанов. Вызов 112. Автобус стал одним из участников аварии на проспекте Ямашево и минувшей ночью. Там, кроме общественного транспорта, столкнулись Лада Гранта и Рено Дастер. При этом у каждого из водителей был свой взгляд на происшествие. Версии разнились даже в ключевых вещах. Двигались или стояли автомобили. Обо всех точках зрения в репортаже Рамиля Шайдулина. Вот так вот приехал, а потом что-то, какой-то стук. О том, как здесь произошла авария, ходило множество версий. Водитель автобуса отметил, что двигался по своей, специально выделенной для общественного транспорта полосе, пока не увидел перед собой два автомобиля. Начал их объезжать, но тут же столкнулся с Ладой Гранта. Вот я приезжал, я видел, что оба машины стоят. Отсюда пропускали машину. А потом он назад подал. И он. Вот эта машина, да, которая в среднем? Она назад сдала? Да, вот эта. А они между собой как резались? Автобус опрокинул, наверное. А, он назад сдавал? Назад, да, да. Своим видением ситуации поделился и водитель Лады Гранта. Молодой человек рассказал, что двигался со скоростью 60 км в час в среднем ряду. Он уверен, что его подрезал Рено Дастер. Ехал, получается, автобус был передо мной. Рено Дастер остановилось на этой поясе. Автобус тоже начал полную остановку. Мне либо в автобус, либо в ж... Либо промеж них. Она вылезла на мою полосу. Я ее ударил. И потом ушел в автобус. Отличалась версия от двух предыдущих и у водителя Рено Дастера. Девушка заявила, что никого не подрезала. По ее словам, она перестроилась на крайнюю правую полосу, чтобы свернуть к детскому кафе. Оттуда как раз выезжал автомобиль, который она решила пропустить. Я притормозила и услышала сзади себя удар в мою машину. Когда удар был, я, что есть силы, жала на тормоз, чтобы не въехать туда. Потому что под действием удара я могла еще в ту машину въехать. Все участники аварии остались дожидаться сотрудников ГИБДД. Возможно, определить виновника поможет очевидец, на глазах которого и произошла вся авария. Остальным же участникам дорожного движения, особенно водителям троллейбусов, пришлось изрядно попотеть, чтобы объехать стоящие машины. Рамиль Шайдулин, Айрат Назипов, Константин Бушуев. Вызов 112. Три человека пострадали в результате аварии, произошедшей на перекрестке улиц Чистопольская и Мусино. По предварительной версии, 50-летний водитель Лады Калина двигался по Чистопольской. На перекрестке решил повернуть налево, но не пропустил встречную иномарку. БМВ, за рулем которого сидела 26-летняя девушка, выбросила на тротуар, где в это время разрешающего сигнала светофора ждала 21-летняя девушка. В итоге пешехода с ушибами и переломами госпитализировали. Скорую помощь изобрала и водителя Лады. У него закрытая травма грудной клетки, перелом грудины и ребер. Меньше всех пострадала водитель иномарки. Она получила ушиб мягких тканей и ссадины правого колена. Убили у входа в собственную квартиру. В одном из многоквартирных домов в поселке Константиновка на лестничной площадке расстреляли мужчину. По данным следствия, нападавших было двое. Их лица скрывали маски. Сразу же после убийства нападавшие скрылись. Алла Рыкова узнала детали преступления. Все произошло на этой лестничной клетке. Когда мужчины с супругой приехали домой, их уже ждали. Нападавших было двое. Стреляли на поражение. Из пистолета Макаровой травматического оружия. Пули попали в спину и ногу. Всего эксперты насчитали шесть огнестрельных ранений. От полученных травм мужчина скончался на месте. Его супруга спаслась чудом. На шум выскочили соседи. Испугнули стрелявших. Они убежали, попутно прихватив портфель убитого. В нем, по данным следствия, были деньги и личное имущество. По данному факту, следственным органам Следственного комитета Российской Федерации по республике Торстан возбуждено уголовное дело по статье убийства, совершенной группой лиц. В настоящее время проводят следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и задержание злоумышленников. Как предполагают следователи, вероятнее всего, свою жертву преступники выбрали заранее. И оказались там далеко не случайно. Квартира, где проживал мужчина, находится на первом этаже. Там для нападавших был максимальный риск быть замеченными. Дом одноподъездный. На входе установлен домофон. И просто так туда попасть сложно. К тому же территория дома огорожена. Во дворе так и остался стоять автомобиль убитого. Аллы Рыкова, Азат Самигулин. Вызов 112. Особенности семейного бизнеса. Сегодня в советском суде рассматривали уголовное дело о мошенничестве на 29 миллионов рублей. По обе стороны баррикад родственники. Женщину обвиняют в том, что она на протяжении долгого времени, пользуясь доверием, брала у родней, друзей и знакомых деньги, якобы на развитие своего дела. В бизнес-плане, который привел женщину на скамью подсудимых, разбирался Айрат Назипов. Мы не же подписавшиеся и являемся потерпевшими по уголовному делу. Потерпевших в этом деле несколько. Родственники, соседи и знакомые коллективно обратились в полицию. Они уверены, что стали жертвами мошенничества. Используя свое доверительное отношение к нам, к родственникам, зная о том, что я занимаюсь бизнесом, зная о том, что у моей мамы есть небольшие накопления, она вошла в доверие, заполучила все основные наши средства, суммы, накопления. Со слов пострадавших, поначалу подозрений у них не возникало. Человек не чужой, да и сулила большие проценты. Создавала образ успешной бизнес-вумен. Жила на широкую ногу, не отказывая себе ни в чем. Только вот как уверены пострадавшие на одолженные деньги, возвращать которые женщина не спешила. Понял тогда, когда я встретил своего знакомого, который является также знакомым для нее, наш общий знакомый. И он тоже, оказывается, давал денег. Пенсионер МВД, пенсионные накопления в размере 2,5 миллионов, похитило эти деньги у него. Люди обратились в полицию. И выяснилось, никакого бизнеса у подозреваемой не было. А также узнали, что они не единственная пострадавшая. Сама же женщина вину свою категорически отрицает. В том, что писала расписки о получении денег, не признается. На ее сторону стал гражданский муж, который уверен, все остальные просто сговорились. Они давали под проценты деньги, под высокие. Они все бывшие работники МВД. На каком-то этапе она не в состоянии стала обслуживать. Представьте 10% в месяц. Или 30% годовых, 40-40%. Это предприниматель, потому что кризис начался. Женщина и ее супруг уверены, никаких долгов у них нет. Все, что брали, вернули, только без обещанных процентов. Сегодня потерпевшие ходатайствовали, чтобы подсудимую взяли под стражу. Но суд им отказал. И оставил женщину до приговора под подпиской о невыезде. Это все, о чем мы успели вам рассказать. В студии был Сергей Хайдаров. До встречи. И не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.